Этот совет коллективной безопасности ОДКБ запомнится тем, что стал одним из самых компактных по времени. Вместо обычных двух дней обсуждений повестки, в этот раз в Астане все уместилось в один. Но это только на первый взгляд может показаться, что сессия была простой. Напротив, весьма насыщенной и в первую очередь по важности принятых решений. И здесь речь, разумеется, о руководителе ОДКБ. Еще год назад никто не ожидал, что блоку придется выбирать нового генерального секретаря. Представитель от Армении Юрий Хачатуров руководил всего 550 дней и был отозван своей же страной из-за сложной внутренней политической ситуации. В итоге, к утру саммита вероятных кандидатов на пост осталось трое. Экс-министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян, исполняющий обязанности генсекретаря ОДКБ Валерий Семеряков и госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась. Владимир Макий, Андрей Равков, Станислав Зась. Белорусская министерская делегация появилась во Дворце Независимости Первой. Журналисты пытались по эмоциям определить, какого итога ждать. Но Станислав Зась призвал прессу не интриговать и заверил, важна не фамилия у нового секретаря, а чтобы организация получила уверенного лидера. Я с вами согласен. Должен быть руководитель, это самый лучший вариант. И мы надеемся, что такое решение будет принято сегодня. Решение по генеральному секретарю в итоге примут главы государств. А до этого на обсуждение совместного заседания министров и секретарей безопасности вынесли более 20 вопросов. Речь в основном об организационных моментах, как сказали бы военные, сверка и координация позиций. Несколько пунктов под грифом «Документ носит закрытый характер». Дальше наша работа продолжится уже без присутствия уважаемых представителей средств массовой информации. В зале остаются только участники совместного заседания. Что касается закрытых бумаг, то в этом нет ничего удивительного. Никакой военный блок не будет обнародовать сведения о количестве своего военного контингента, его целях, задачах и уж тем более перемещении. В итоге все документы согласованы и подписаны на уровне министров. Что касается учений и маневров, проведенных в этом году, то им дана положительная оценка. Ключевым событием стало совместное оперативно-стратегическое учение «Боевое братство». Всю осень военные провели на полигонах Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Нынешние тренировки уже совсем другие. Если раньше упор делали на оттачивание и закрепление навыков, то теперь, когда мир стал мобильнее и технологичнее, реагировать на угрозы надо быстро и без компромиссов. Особенно если враг – терроризм. Не первый месяц страны активно обсуждают необходимость принятия единого для всех списка запрещенных террористических организаций. Суть проста. Если одна страна видит угрозу, то и коллеги по блоку с ней должны быть солидарны. Понимание есть, но вопрос надо детально прорабатывать. Пока на уровне национальных законов. Активно в минувшем году работали страны по антинаркотической программе. Основной поток дурмана по-прежнему поступает через южные рубежи ОДКБ. Общий совместный улов с начала года – 5 тонн наркотиков. От опия и гашиша до героина и синтетических веществ. Но самую большую угрозу, и с этим сегодня согласились в Астане, несут войны информационные. Спецоперация «Прокси-2018» только за 6 месяцев этого года выявила 345 тысяч ресурсов, которые призывали к терроризму, национальной или религиозной вражде. И это один из приоритетов работы ОДКБ уже в будущем году. С приездом во Дворец независимости президентов вопрос «Так, а кто же станет руководителем организации?» звучит все чаще. У каждой из трех стран – Армении, Белоруссии и России – свои аргументы насчет кандидатов. Но все сходились в одном – блоку ОДКБ, у которого появился существенный вес и укрепился имидж на международных площадках, нужен опять же сильный лидер. Все за и против кандидатов главы государств взвешивали за закрытыми дверями, опять же без прессы. Лишь в начале заседания репортерам позволили присутствовать, но буквально несколько минут. Выражаю всем членам Совета коллективной безопасности признательности, что вы лично принимаете сегодня участие на этом мероприятии. На заседании в узком составе у нас предусмотрено полтора часа, но мы можем быстрее это пройти. Отпущены там полтора здесь час, но можем мы это ускорить, поскольку вопросы все, как доложили, согласованы со всеми нашими делегациями. Но обсуждение вопросов затянулось. Сверхопозиции всех стран на будущее заняла в итоге в два раза больше времени. Тем действительно много. Это и приоритеты работы ОДКБ в будущем году, и статус наблюдателей в ОДКБ. Год назад, кстати, этот вопрос инициировала Беларусь, будущий председателем организации. Вскоре этот механизм заработает. И тогда Сербия, Афганистан, а они давно присматриваются к организации, как к блоку, способному отстаивать и защищать интересы, могут рассчитывать на новый статус. Еще одно направление, которое обсуждали сегодня в Астане, это взаимоотношения с блоком НАТО. У организации общие границы и продвижение воинского контингента североатлантического блока на восток не может не настораживать ОДКБ. К тому же все это происходит на фоне выхода США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. В Москве считают, что если он состоится, то гонки вооружений просто не избежать. Для американцев выгодно выйти из этого договора, потому что это заказы для военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов. Трамп обещал своим рабочим заказы в армии денежного содержания, уже он повысил, кстати, денежное содержание своим офицерам и контрактникам, но и зарплата рабочим. Поэтому, да, они уже заложили в бюджет 2019 года деньги на создание крылатой ракеты наземного базирования, которая запрещена этим договором. Но страны ОДКБ готовы к развитию разных событий. Отсюда и традиционная приверженность к главной цели. Нападение на одну из стран-участниц означает нападение на весь блок, то есть на все шесть стран. Другими словами, один за всех и все за одного. Это главный ответ на вопрос, для чего нужна организация договора о коллективной безопасности. По всем вопросам, включенным в повестку дня, достигнуто между нами взаимопонимание. Среди принятых решений хочу особо выделить нормативные закрепления статуса партнера ОДКБ и наблюдателя при организации. Данный шаг свидетельствует открытости нашей организации, готовности развивать на взаимной основе конструктивные отношения с другими государствами и международными организациями. Зафиксировав еще раз все пункты повестки, уже в расширенном составе, к работе подключились министры иностранных дел, министры обороны, секретари по безопасности, президенты подписали все документы. Принят ряд важных решений, в том числе и тех решений, которые инициировала свое время Республика Беларусь. Понадобилось очень много, к сожалению, несколько лет для того, чтобы принять решение, например, о статусе партнера или наблюдателя. Но есть, с нашей точки зрения, определенная неудовлетворенность работой. Мы иногда слишком много говорим, много говорим каких-то общих вещей, но когда речь доходит до конкретики, допустим, до обеспечения безопасности на границе с сопредельными странами, например, в централизированском пространстве, зачастую, по информации той, которую мы, например, имеем от наших коллег, решение принимается не слишком оперативно или же не принимается вообще. Сразу после подписания президенты еще долго не могли разойтись. Вот Александр Лукашенко говорит с султаном Назарбаевым. Спустя несколько минут президент Беларуси уже что-то на ходу обсуждает с Николом Пашиняном. Чуть позже станет понятно, о чем же не договорили главы государств и что еще обязательно будут обсуждать. Это как раз вопрос по генеральному секретарю ОДКБ. Кто же им будет? Нурсултан Назарбаев на брифинг для журналистов пришел вместе с заместителем генсека ОДКБ Валерием Семиряковым. Репортеры сочли это знаком. Значит, российский генерал и есть будущий руководитель организации. И когда уже президент Казахстана отчитался о председательстве своей страны в ОДКБ и собрался уходить, главный вопрос из зала все-таки прозвучал. Так кто же? Коллеги, вопрос за ним будет усмотрен. Павел Пишевич, обсуждался ли повод генерального секретаря организации? Да, это я должен сказать правильный вопрос. У нас коллизия возникла в связи с тем, что Хачатуров, представитель Армении, был у нас генсеком, и он был отозван. Я не буду говорить, какие причины, это дело армянской стороны. И у нас по уставу, по русскому алфавиту идет, следующий после Армении идет Беларусь. И мы сейчас договорились, конечно, Армения хочет продление. Все главы государств сказали, что остается один год, он не успеет объехать даже страны эти. Поэтому нам надо нормальный, действующий генеральный секретарь, следующий белорусской стороной. Этот вопрос мы отвели. 6 декабря у нас будет встреча в Санкт-Петербурге. Мы там окончательно примем решение. Нурсултан Назарбаев сегодня на правах руководителя страны, председательствующей ВДКБ, был основным спикером, но постоянно подчеркивал все пункты, проходят детальную проработку и решение, взвешенное мнение всех глав государств. Поэтому и с руководителем организации, оказывается, не стали спешить. Станислав Зась, как один из вероятных кандидатов, комментировать ситуацию корректно не стал, а вот итоги форума подвел. Задание такого поля правового, оно послужит, на самом деле, привлечение других стран к более тесному заводействию с государствами ВДКБ. Это важнейшее решение сегодняшнее. Второе, по Центру кризисного реагирования, да, действительно, сегодня тоже подписано соглашение, положение утверждено об этом кризисном реагировании, что позволит полноценно запустить работу этого кризисного реагирования и его параллельной структуры в каждом государстве ВДКБ. По итогам саммита в Астане принята итоговая декларация. Она в духе глобального документа ОДКБ «Стратегии коллективной безопасности», которая рассчитана до 2025 года. И, как сегодня было метко замечено в кулуарах саммита, в названии «Стратегии» и зашифрована цель – «Безопасность». А если внимательно посмотреть на символ организации договора о коллективной безопасности, то в нем тоже можно увидеть своеобразный шифр. Кольцо из желтых листьев на самом деле обозначает крепость сооружения оборонительная. А четыре «Синие стрелки» – это бастионы той самой крепости, которые готовы отразить удар, нанесенный по ней со всех направлений. Уже в следующем году Совет коллективной безопасности возьмет курс на юг и переедет из Астаны в Бишкек. Казахстан заканчит свое председательство и передает полномочия Кыргызстану. Анатолий Занкович, Сергей Янковский. Наши новости. Астана. Казахстан.